Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Спустного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру в The Sinking City. Ну что же, мы с вами в прошлой серии узнали, кто отравитель. В принципе, получается, взяли у него уже задание и сами пойдем травить до конца рыбу. Это нам надо будет на склад. Куда-то, по-моему, вот сюда, да? Нет, это стекольный завод, а на склад это надо будет... Блин, а я что-то забыл-то, на склад-то куда нам надо? Ха, где склад-то? Рыба здесь, а вот где склад? Что-то как-то я запамятовал. Склад, склад, склад у входа к монстрам он был. А, ну вот, получается, он был здесь. Да, точно, рыбный склад тот. Вот сюда-то мы с вами перемещаемся и попытаемся отравить рыбу. Потому что помогать организатор тот я не собираюсь. Но мне очень жалко людей, которые отравятся. Очень жалко. Так, и теперь... Все правильно, в эту сторону. В эту сторону у нас складик. Я думаю, наверное, нас, в принципе, должны пустить правильно на склад там. Очистите глаза. Это снова я, Дэрил. Я служу морю. Слава морю, мистер Рид. Рад вас снова видеть. Как у тебя дела? Как видите, все еще охраняю эту развалюху. Не возражаешь, если я зайду внутрь? Конечно, без проблем. Можете оставаться здесь сколько захотите. Дэрил, слушай меня внимательно. Если хочешь жить, немедленно убирайся из города. Из-за этой отравленной рыбы тебе угрожает опасность. Тот вцепилась в эту историю, как собака в кость. Рано или поздно правда раскроется. Что? Не может быть. Дэрил, я говорю тебе это только потому, что уважаю тебя. Ты честный человек. Уезжай отсюда и забудь про тот. Иначе они тебя убьют. Хорошо. Я понял. Вы никогда меня не обманывали. Я уеду. Не пропадай, Дэрил. Спаси вас море, мистер Рид. Так, ну хотя бы мужику помогли, это уже плюс. Так, ну и какие у нас с вами варианты? Мы либо только, получается, возьмем и травим рыбу и все. Потому что как бы улики мы с вами до конца тут не нашли. Порох гильзы, допустим. Это можно будет создать боеприпасы. Так, тряпок нет все равно. Так, это я отравил. Это я отравил. А, ну не все еще, да? Так, ключевые улики найдены. Ага. Ну видите, получается по-любому надо было, скорее всего, отравить. Правильно? Все улики найдены. И что мне теперь дальше делать? Так, это... Ага. Я облил рыбу рецидом по просьбе Джорджа Каминдж. Теперь нужно потребовать, чтобы он выполнил свою часть сделки. Я должен встретиться с Джорджем у склада на пересечении Хокинг Лейн и Либерти Роуд. Это как раз вот сюда. Да. А, рыбный склад. А, так по-любому тут же недалеко. Я думаю, куда-то в другое место, но в итоге получается, что здесь. Так, этот чувак сбежал. Молодец. А, о, стоит. Дело сделано. Я отравил рыбу. Отлично. Вы нанесли сокрушительный удар Окманскому подразделению ТОТ. Это настоящий подвиг, мистер Рид. Ну и что у вас дальше по списку? Будете кого-то вешать? Топить котят? Мы уже сделали более чем достаточно. Когда я окончательно уничтожу ТОТ, то сдамся полиции. На моей совести уже несколько преступлений, от кражи до массовых убийств. Я не стану скрываться от правосудия. Ну, хоть что-то. Я не хочу, чтобы кто-то разделил мою судьбу. За все свои преступления я отвечу сам. Молодец, молодец. Надеюсь, ваш агент ответит на мои вопросы, Джордж. Он уже ждет вас в подвале рыбного рынка. Его зовут Фред. Вы должны назвать ему пароль. Да вы шутите? Пять пароли? Да, мы решили бороться с ТОТ его же оружием. Забавно, правда? Какая ирония. Ага, забавнее некуда. Просто обхохочешься. Ладно. Запоминайте пароль. Море требует жертв. Удачи. Очистите глаза свои пламени. Вам что-нибудь известно о Гарри Доу? Она была профессором в университете. Гарриет, Гарриет. Ах да, помню. Блестящий антрополог. Я всегда с удовольствием читал ее статьи. Это ее вы ищете? Да. Она участвовала в злосчастной подводной экспедиции Трогмортена. Именно там она попала в лапы ТОТ. Похоже, у них хобби такое, похищать талантливых женщин-ученых из университета. Уроды. В смысле хобби? Это что, не первое, что ли? Счастливое. Так. А теперь нужно будет встретиться в подвале рынком. Рынок у нас, в принципе, получается здесь недалеко, да? А, нет. Это надо вот все-таки лучше протонуться. Чем до него бежать. Очистите глаза свои пламени. Ну вот, дело уже пошло. Пожалуйста, помогите мне. Дело уже пошло. Осталось только найти на рынке подвал. И, в принципе, все хорошо. Опа. Не понял. Ади, Анна. Ага. А вот и подвал, в принципе. Так. Допустим, здесь есть проход. Блин, у них тут прям ритуал жертвоприношений. Офигеть. Офигеть. Сволочи и гады. Так. Ну, а здесь, в принципе, получается ничего и нет. Только сам агент. Привет. Тебя зовут Фред. Возможно. А что надо? Сейчас штормит, погода дрянь. Как говорят, море требует жертв. Но я все равно скучаю по нему. Забавно, да? Я вас понимаю. Слушайте, у меня есть история, которая наверняка вам понравится. Вы ищете профессора Доу, верно? Женщину-ученого, которую похитил Орден. Мы можем помочь друг другу. В каком смысле? Ты знаешь, где она? Эй, не так быстро. Я сказал помочь друг другу, а не сейчас я все выложу. О каком Ордене ты говоришь? А... Ну да, вы же не знаете. Тот, на самом деле, это означает Тайный Орден Дагона. Дагона? Это жутко древнее существо из морских глубин. В книгах его рисуют как кошмарную амфибию. Инсмаксы поклоняются ему как богу. И, конечно, приносят ему человеческие жертвы. Похоже, выбора у меня нет. Мне нужно найти профессора. Что ты хочешь взамен? Я с радостью помогу вам ее найти. Но сначала вы помогите мне. Да, я так и понял. Вы уже видели, что тут творится, да? Понимаете, куда все катится. Я хочу выйти из Ордена и убраться отсюда, пока еще не поздно. Но вступить в тот легче, чем уйти из него. Никто не покидает Орден живым. Мне нужно, чтобы кто-нибудь по-тихому вывез меня из города. А в последнее время это не так-то просто. Я понятия не имею, как это устроить. Вы же детектив. В городе есть контрабандисты, они это умеют. Найдите их. Вот какая помощь мне от вас нужна. Ходят слухи о газетной рекламе. Каждую неделю новое объявление, в котором говорится о Салвейшн Харбор. Может начать с этого? Ладно, я займусь этим. Надеюсь, твои сведения о профессоре того стоят. Я знаю, где они ее держат. Могу вас туда провести. Только найдите способ вывезти меня отсюда. Мертвый я вам не пригожусь. Логично, товарищ. Логично. В общем, получается, нужно будет... А, пока спросить. Угу. С Робертом поговорить. Ясно. Это без проблем. Пойдем поговорим. Возможно, он нам все-таки даст уже что-нибудь из оружия. В конце концов, дробовик, винтовку. Хоть что-нибудь. Надо расширять свой арсенал. В конце-то концов. Потом, наверное, мы с вами займемся дополнительными задачами. Я хочу сначала повыполнять задачи, связанные с книгами. Их осталось на так-то и многом. А, ну понятно. Вот он, в принципе, пытается оживить, да? Насколько я полагаю. Что это? Что за куски? А, это торт, бляхомуха. Ты смотри. Я знаю, кто организовал похищение профессора Доу. Некий тайный орден Дагона. Обычно они держатся поближе к рыбному рынку. Но, похоже, у них есть агенты повсюду. Даже в университете. Я знал, что с этим Тодд дело нечисто. Я сравняюсь с землей логово этих мерзких инсмутсов. Вообще-то, почти все члены Тодд, которых я встречал, были местными. А единственный инсмутец, с которым я поговорил, оказался славным парнем. Не надо судить о них так предвзято. Рид, вы хотите сказать, что я ксенофоб? Ну, типа того. Послушайте, Роберт, нужно что-то менять. Вы затаили злобу на инсмутсов, а это ни к чему хорошему не приведет. Тот, кто разжигает ненависть, в конце концов, сгорает сам. Кей, они же убили моего сына! Знаю. А что вы сделали, чтобы это предотвратить? Вы сами настроили их против себя, вместо того, чтобы помочь. Вот результат. Для вас они чужаки, и вам плевать на их страдания. Вы ко мне относитесь так же. Разница только в том, что я вам полезен. Инсмутцы оказались в отчаянном положении. Неудивительно, что они обратились к радикальной организации вроде тот. Им больше никто не помог. Я... Я обдумаю ваши слова. Давайте вернемся к делу. Я продолжу искать профессора Дову. У меня есть хорошая зацепка. Хотите что-нибудь добавить? Ваша задача остается прежней. Найдите Гарриетт и приведите ее ко мне. Ммм. Значит, мы имеем дело с целой организацией. Что ж, я знаю способ развернуть ситуацию в нашу пользу. А теперь уходите. Я услышал достаточно. Так, вот, наконец-то добавили дробовик. Наконец-то добавили дробовик. Так, требования Фреда. Это как раз поискать в архиве газеты. А где мои предметы? А вот мой дробовик. Металлолом, порох, гильзы. Ну, хотя бы есть куда, так сказать, девать металлолом. Потому что у меня его многовато. Правда, у меня сейчас нет пороха и гильз в нужном количестве. Но уже хоть что там. Чем совсем ничего. Новое дело, отцы и дети. То есть, получается, я это задание выполнил. Правильно? Деликатный вопрос. Через зеркало, услуга за услугой, потерянный в море, холодный прием. Да, это все мы с вами повыполняли. Замечтательно. Так, что у нас там получается по книгам? Их осталось, в принципе, четыре. Вот давайте, наверное, мы с вами и будем их выполнять. Посмотрим на карте, куда лучше сейчас переместиться. Вот здесь, получается, недалеко есть книга, да? Здесь есть книга, там, где монстры. И здесь две книги. Ну, вот, в принципе, давайте, наверное, так и сделаем. То есть, сейчас протанемся сюда, найдем эту книгу. Потом сюда. Здесь разберемся с книгой. Ну, а потом куда-то сюда пойдем, наверное, скорее всего, пешочком. Чего бы нет, да? Так, может быть, надо будет перезарядить оружие. Это все нормально, вот здесь вот не очень. Здорово, мужик. Окей, ладно. Двух зарядный, хорошо. Опа, а что это ты какой-то золотой стал? Или это просто свет как-то попадает не очень? Так, навыки у нас с вами есть? Целых два очка навыка, серьезно? Да, тоже хорошо. Ну, во-первых, я, наверное, это дело прокачаю до конца. Это раз. Так, вы получаете 50% шанс заработать в два раза больше предметов за выполнение заданий. В принципе, тоже полезная вещь, но не сейчас. Аптечек. Взрывчатки. Патроны. Вообще, получается, все эти, да? А тут, скорее всего, надо будет все три открыть, чтобы до этого добраться делом. Что еще есть? Здесь падение с высоты. Ну, не особо важно. Ну, это, конечно, плюсом, но... Так как тряпок очень-очень мало. Просто катастрофически мало. Три запасных патрона для винтовки. Шесть для револьвера. Блин, далеко идти. Что сюда, что сюда. Так, это... Дальность действия гранат и зажигательных бомб. А, надо будет сюда сначала идти. Ловушки вдвое быстрее. На сто процентов урон. На месте. Я не знаю даже, против кого их использовать, эти ловушки, блин. Не особо, мне кажется, толку в них нет. В этих ловушках. Точность стрельбы с пистолета. Вот, кстати. Давайте вот это вот сделаем. Дополнительным патроном здесь получается... Разброс пули и повышен урон. Кстати, полезная вещь. Давайте вот это вот прокачаем. И тогда дробовик сейчас еще перезарядим. Во, прекрасно. Прекрасно. Но оставлю пистолет. И давайте... Искать книги. Это у нас появилось новое дело. Поэтому я хочу закончить с книгами. Так, в какую теперь мне степь? В обратную сторону, сюда. Правильно? Правильно. Там должна быть лодка. Так, мне нужны не развалины. Больница. Вот. Вот это вот книга. Так, неправильно пошел. Вот сюда. Надо будет, наверное, на карте отметить. Так, ну, походу, здесь монстр, да? Так, а у чувака, кстати, полезная вещь есть. Тут надо, получается, плыть. Да, монстры. Так, я вижу два места, где что-то можно собрать. Ага, спасибо. Лезь давай. Не, я, наверное, сейчас сплаваю. Пусть он исчезнет куда-нибудь. Я не хочу с ним тут торчать. Вообще не мой вариант. Ушел? Не, он до сих пор еще лазит. С собаком. Все, 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 расслабься. Блин. Вот не хотел же туда идти. Опа, да. Походу, он меня услышал. Ладенько. Так, а есть другой способ, как-нибудь сюда заплыть? О, допустим, с этой стороны. Не, тем более, как раз, получается, вот сюда надо было плыть. О, торговец, тем более, здесь. Явно здесь монстров нет. Все прекрасно. Мне, тем более, сюда надо было идти. О, кстати. Что, пусто, что ли? Ну, блин. Вот вот это место. Замечательно. Книга есть. Книга Дагона. Старая, отуревшая книга. Это перевод, причем черновой вариант, со множеством сносок и исправлений. Здесь описаны ритуалы служителей Дагона, включая призыв и жертвоприношение, а также приводятся различные советы. В одном из них объясняется, как правильно скрещиваться с людьми для увеличения численности глубоководных. Переведи рабов на берег в час, когда луна высоко. Вырежи на их коже нечестивые имена. Не Шартнам и Нсарак Амалхасид. Не смешай их кровь с песком в яме. Помести внутрь глаз дельфина и скажи трижды. Я устумем. Крхаш. Ахаок. Раа. Кеф-кеф. Пусть рабы упадут, ниц и ползают в водах и направляют твои молитвы к неусыпному оку нашего хозяина. Так. Хорошо. Это мы с вами, получается, выполнили. Книжку нашли. Сразу здесь мы сюда дело уберем. Жалко, здесь нет быстрого перемещения где-нибудь. О, кстати. А он же, кстати, звал, да? К нему в дом. Давайте смотаемся. Раз мы здесь недалеко, чего бы нет. Особняк Блэквудов. Получили опыт. Только что-то как-то здесь все заколочено. Где-то, значит, должен быть черный проход. О, точно. Так, здесь ничего полезного я не вижу. Опа, рыбий глаз. Пусто. Но, мне кажется, нас, скорее всего, это потом приведут по заданию какому-нибудь. Потому что даже здесь ничего полезного нет. Никаких шкафчиков. Абсолютно ничего. Да, даже собирать нечего. Ладно, окей. Хорошо, пошли. Так, нет быстрого перемещения, да? Жалко. Жалко, что нет быстрого перемещения. Ну да, ладно. Так, а мне не сюда. Мне вот в эту сторону. Осталось, получается, собрать три книги. Вот мы сейчас в этой серии постараемся сюда с вами сделать. быстренько. А потом уже в следующую серию тогда отправимся искать контрабандистов. Для того, чтобы Фред перевести. Жалко, конечно, придется плыть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Молодец. Красавчик. Надо бы еще повыполнять задание доктором. Потому что там просто два новых материала, но там опасные монстры. А к опасным монстрам лучше идти, когда у тебя есть под боком гранаты. Продолжение следует... Так, теперь надо будет идти вот сюда. Так, сразу, наверное, пометим на карте значок. Ну да, нам опять получается к этим монстрам идти. Вопрос, где найти сразу быстренько проход, в который нужно попасть. Может быть сюда. Так, не пойму, здесь, не здесь. Да чтоб тебя. Добей ты его, лопата, до конца. Ой, ты отлично, молодец. Вот это уже хорошо. Вот это уже хорошо. Так, давай, использую аптечку. Как же он долго это делает. Серьезно. Что у нас здесь? Пружинный металлолом всякий, да? Хорошо, пружину, допустим, это я могу сделать сейчас аптечку. А здесь патрончики, да? Давай, наверное, для дробовика сделаем. А, все, максимально 8, серьезно. Обидненько. Окей, хорошо. Ищем. Надеюсь, все-таки книга будет именно здесь. Так, подвал. Второй этаж. Гильзы пороха. Хорошо. Тряпка нужна, по идее. В идеале бы. Так, это я, кстати, не могу. Осталось только понять, где проход. А, тут еще есть высший этаж. Ой, много чего. Тряпка, кстати, есть. Отлично. Создадим гранату с вами. Замечательно. Одна граната хотя бы есть. Это уже плюс. Уже пороха не хватает. Так, зрение работает. Это хорошо. Ну, блин, осталось только подвал. А-ха. А-ха. Где-то что-то здесь. А, вот и здесь. Отлично. Открывай. Камориум. Книга написана символами, мало напоминающими буквы. В ней несколько сотен страниц, и ее делят пополам гравюра на тонком листе металла. Там изображена пустынная городская площадь, окруженная высокими колоннами, в центре которой отвратительное чудовище склоняется над вопящей жертвой, чтобы сожрать ее. Рисунок ужасен, но в то же время странно притягателен. Если смотреть на него какое-то время, можно услышать у себя в голове тихий голос. Берегись мерзкого отродия книгатин Жаума. Окей. Так, есть очко навыка у нас. Замечательно. Замечательно. Так, здесь, в принципе, получается все, что ли? О, ловушка поставлена. Замечательно, блин. Жаль, что я в эти ловушки сам могу попасться. И у нас есть очко навыка, да? Давайте, наверное, сразу ее прокачаем. Так, по знаниям эту книгу мы с вами открыли. И по навыкам. Наверное, давайте вот сюда. Отлично. Пока пойдем в оружие. Металлолом. Ясненько, понятненько. Так, выходим. И сваливаем. Хорошо. Так, теперь получается... Это же можно будет удалить. Осталось две книги. Одна здесь, другая там. В принципе, здесь можно будет сплавать. Заколдованная книга. Так, заколдованная книга. Блин, надеюсь, там будет территория без монстров. Как бы понятно, в самом доме-то будет монстр. Но хотелось бы, чтобы сама территория, где этот дом будет находиться, была без монстров. Ну, вроде пока она без монстров. Ну, вроде пока она без монстров. Рид Хайдса к северу от пересечения. То есть, выше надо будет подниматься. А выше там монстры, да? Блин, ну прекрасно. Опять-таки монстры. Ну, да. Блин, ну классно. Вообще прекрасно. К северу от пересечения. Все правильно, все сюда. Ну, вот и куда. Мужик, тебе тут делать нечего. Там монстры лазают. Или ты какой-то мародер опытный? Блин, ну здесь нету, да. Здесь? Нет. Здесь? Бляха-муха, нет. Где? Я не вижу квартиру, блин. Но я она должна быть где-то здесь. К северу от пересечения. Осталось только понять, где. По-моему, тут кто-то уже лазит, да? Серьезно? Мужик в тачке. Ёдшки-матрешки, где дом? А ты меня спалил, что ли? Когда успел? Где квартира? Я реально не понимаю, где квартира. Да лезь ты уже, лезь. Ху-ху-ху-ху-ху. До свидос. Я, а не дурак, куда-либо лазить. Офигеть. Ты видал? Ты видал это? А этим всем пофигу абсолютно. Чокнутые ублюдки. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Не-не-не-не-не. Так, подожди. Заколдованная книга. На огромной яблонь, которая до сих пор растет возле Сидорового завода, когда-то было повешено 12 ведьм. Ведьма жила в восточной части. А где тут яблоньевое дерево? Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Не, ну должна, по идее, быть квартира. Ну, походу, всё не то. Блин, я не понимаю тогда С этим монстром дараться Это не вариант, он просто тебя убьет Здесь нафиг А кстати, эти бочки Они, может, взрываются Так, ну он, понятно, он опять там сидит Он вылезет тогда, когда я к нему близко подойду Ну блин, я не нашел ни одну квартиру, в которую можно зайти, где есть знак Вот что плохо Так, создать что-нибудь могу? Есть предметов? Нет, создать я не могу, тряпок тоже у меня нет Патроны Да ладно, гранаты ручные есть, неплохо Ну блин, скорее всего, они взрываются Вот эти бочки, они, скорее всего, взрываются Ну, либо тут надо разбираться с монстром Потому что он, скорее всего, здесь один Но квартира Так и непонятно где Так, ну и что лучше нам поставить с вами? Ну да Сдох, что ли? Фух Да ладно Все-таки надо было его убивать Некрономикон Легендарный некрономикон Тяжелый и толстый том, переплетенный в темную кожу Холодную на ощупь и покрытую пятнами Происхождение этого материала неизвестно Но он слишком тонок и эластичен, чтобы хорошо держать переплет Причудливо вырезанные знаки как-то странно влияют на мои глаза Через пару секунд сами собой складываются в слова Затем произнести слова защиты Шем, Сереб, Фтос, Мава и Герса Байф и Герса И преклони колени перед кругами Склонись перед ними и вознеси молитву Все едины, что обитает во тьме Ты почиваешь в центре всего И пусть тьма эта будет вечной И никто не увидит взгляда твоего ока И тогда оно поднимется и ответит тебе Фух Отлично Так, ну теперь отсюда, в принципе, можно будет валить Да, это было опасненько Здесь бы, конечно, открыть какую-нибудь точку перемещения быстрого Прекрасно Так, ну и, в принципе, осталась последняя книга у нас с вами, друзья Так, она сюда Значит, надо Как-то в эту сторону пройти А тут есть вообще проход? Тут, походу, нет прохода Да, тут все закрыто Блин, придется, получается, плавать Ну, давайте сплаваем И там, наверное, все-таки опять будет Территория с монстрами, да? Скорее всего Так, налево Потом направо Еще раз направо То есть, получается, от этого территория надо будет оплыть И уже началась ночь, да? Класс Надписи горят Все под водой, блядь А надписи горят каким-то боком Так Сразу, наверное, помечу себе Хотя он, в принципе, остался последний, но На всякий пожарный В принципе, вот таких вот мелких монстров Их можно спокойно лопатой бить Даже если они тебе там здоровье немножко потратят А аптечку можно подлечиться И создать, в принципе, тоже не проблема Материал для этого пока хватает А вот со здоровяками, конечно, да Тут лучше, видишь, вот этими бочками мочили А того лучше, конечно, включаться гранатами Либо Как-то заныкаться Куда он не сможет прокинуть И я его смогу достать И тогда расстреливать Все С ним только так Так, а вот есть еще точка Быстрого перемещения, кстати говоря Понять бы только, где она Так, ну это вроде не территория С монстрами, это уже хорошо Сначала давайте откроем Точку быстрого перемещения Ты серьезно? Не можешь перелезть, что ли? Что за бред? Чёртовы чужаки! Офигеть! И как тут выйти? Он же не перелазит Прикинь Да аллилуйя Так, где точка? Вот Вот Замечательно Хорошо И что у нас получается По книге? Здание больницы В западном Ридхайте А, ну получается Где-то здесь А где здесь здание больницы Вот это? Ну, кстати, похоже, да Ё-моё, сколько лужи крови Так, больницы походу Все одинаковые, что ли Все постройки Абсолютно одинаковые Не это? Не это Блёхо-мухо Бей! Ты чё ты стоишь Блин, ну бей ты Ё-моё Ой, как же он Тупо обращается С этой лопатой Это просто какой-то кошмар Он реально, блин Вот, ну очень плохо Боёвка здесь Катастрофически хреновая Так, ну подожди Какие-то у нас варианты Я думал, будет на первом этаже Вернее, в подвале А что у нас сказано в книге? Может быть, книга нам даст объяснение? Её украли из музея Затем Том купил местный хирург Который после потопа Был найден мёртвый в собственном доме Я пробрал в своё жилище Смотрел, его ничего не нашёл Но я знаю ещё одно место Где нам может оказаться Книга Заброшенная частная больница На западе Ага Тогда, скорее всего Там, где Кабинет доктора Осталось только понять Ага, ясно Наверху здоровяк Наверху здоровяк Тогда давай готовить гранаты А, это для мозгов А, он ещё выше Так, аптечку я взял Так, ну вряд ли он сможет спуститься туда вниз Балкончик Ну и чё? Стопэ А как туда к нему попасть? Очень много, кстати, чего, да У нас тут есть Тряпки есть Ага Ну тряпки хорошо Пусть туда копятся тряпочки Тряпочки пусть копятся тогда Так, где-то здесь должен тогда быть проход Блин, мне вот это раздражает его Плавающее зрение Так, ну через балкон-то он не попадёт Это однозначно Ну чё за бред Ну вот и как Здесь же нет другого подъёма, правильно? Как подняться? Только не гири мне опять же начинает игра виснуть здесь Тормозить, блядь И какой-то глюк Баг поймали Ну здесь же должна стена Пойди открыться Другого просто тупо прохода здесь и не должно быть Ладно, давай пока выйдем Побегаем, посмотрим Вкали себе ещё раз Так, побегали, посмотрели Больничка только одна Всё правильно, всё сюда А он там лазит Слышно как лазит Ну блин, другого входа-то нет Абсолютно никакого Не, ну там есть получается этот А толку-то Я же не смогу забраться-то Лифт Лифт не работает здесь Чё-то какая-то полная ерунда Я реально, я не вижу Так, вкала себе ещё Да блин, ну это же единственный выход Только туда, всё Больше нет никакого выхода Чё за бред Другого просто тупо подъёма нет Чё за ерунда Блин Может быть что-то я упустил на первом этаже Чё-то как-то сомневаюсь По-моему проход был только всегда один Это выход на улицу Вряд ли здесь есть подъём на третий этаж Это спуск Это всё правильно Подъём только один Ну блин, там стоит стена И он не проходит А другого просто тупо нет Подхода туда Здесь тоже ничего нет абсолютно Ну блин, я реально Я не понимаю Нормального прохода Здесь больше нет Либо это какой-то реально баг Как бы других вариантов пройти вообще сюда нет Я всё уже обошёл Вот эта стена должна обираться Блин, тут просто Тут реально по-другому никак быть не может Ладно, давайте Мы в принципе получается Недалеко открыли быстрое примещение Попробуем просто Пора сюда смотаться Потому что это полный бред Стена должна открыться По-любому должна открыться Другого входа нет В эту больницу попасть Ну просто куда-нибудь протонёмся Давайте, наверное, попробуем Протонуться в сторону Газеты Так, всё Пришёл В норму Вроде пришёл Ну давай протонёмся обратно Так, в принципе сюда Ну здесь тоже как бы Недругого Нет никакого пути Абсолютно Ну вот Всё вернулось обратно На круге своя Какая хрень не работает То есть как бы сюда В принципе все предметы Они вернулись обратно Но толку нет Никакого А, блин Отлично Нашёл Так, стопэ Банки-склянки Всё не то Пипец Здесь лужи крови Офигеть Да бей ты его Бей Бей Молодец Да не то Так Снова в тупике Да А, вот Отлично Песнопение Тхолов Судя по штампу Раньше эта книга Была собственностью Библиотеки Мискотоникского университета Она не просто старинная А древняя Текст разбит на строфы Но язык Это наречия Неуклюжих Тхолов Из далёкой Пнадской долины Где сталкиваются миры А времени не существует Буквы складываются В бессвязные фразы Которые непостижимым образом Обретают смысл При чтении вслух Дродж Ортх Език Из Рух Ксах У Хануа Господи Язык сломаешь Пыль падает И падает Всё живое Кормит собою Мать-землю Мы тхолы Мы ползаем Под кожей Её лица Всё Дело закрыто Костюм Септанта Разблокирован То есть В принципе Получается Здесь Ничего Толканта И не было Добей ты его Ну Так Стопэ Уже там Начинаем Всякие глюки Втыкаем И сваливаем Это чё Это аптечка Да Это же аптечка Была Да Зелёная Это аптечка Всё Замечательно В принципе Получается Мы с вами Все книги Нашли Замечательно И дальше В следующей серии Это отправимся По основному Сюжетному Заданию Так что На сегодня Всё Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу Вконтакте Все ссылочки Под видео С вами Базар Бабай Спасибо за просмотр Увидимся В следующих Прохождения Всем пока